Клубный футбол сменяет матчи сборных, правда в этот раз это будет встреча с участием молодежной сборной Казахстана, об этом сегодня поговорим мы в этой студии. Меня зовут Дидар Кадыров, в гостях у нас сегодня Игорь Павлюк, вице-президент Федерации футбола города Нур-Султан. Здравствуйте. Добрый вечер. И как всегда добро пожаловать, я уж точно хотел бы сказать, потому что вы прекрасно разбираетесь в молодежном футболе, в футболе, скажем так, наших юных и перспективных ребят, о которых мы и поведем речь сегодня. И наверное стоит сказать о самой главной интриге, которая безусловно сегодня присутствует, сборная Казахстана молодежная может попасть на чемпионат Европы. По крайней мере на данный момент в группе Б мы занимаем третью позицию и сегодня проведем матч с командой Черногории. И что здесь очень важно, что отстаем мы от Израиля на один балл и при этом хорошие шансы на то, чтобы попасть на первенство Европы. Да, конечно, с точки зрения стратегического попадания на чемпионат Европы, сегодняшняя игра имеет архиважное значение. Поэтому мы все надеемся на положительный результат, пожелаем нашим ребятам удачи и надеюсь, что после сегодняшней игры уже Черногория не будет одним из претендентов на заветное завоевание второй путевки, которая позволяет попасть в стыки отборочного игры на чемпионате Европы. Почему именно так? Потому что здесь опять стоит некоторую связь провести и объяснить, потому что сборная Испании принимает участие в нашей группе. Она уже по сути себя гарантировала участие в чемпионате Европы, может быть не на уровне турнирных раскладов, но в плане собственной силы. Кто дальше? Израиль, Казахстан, Северная Македония, Черногория, о которой мы упомянули и Фареры, которые уже выступают в роли аутсайдера. И почему Игорь вот здесь, то есть если сегодня мы обыграем условно Черногорию, остается за бортом балканская сборная и уже ни на что претендовать она не сможет. Ну да, с учетом того, что Черногория уже на игру больше, чем у нас и естественно сегодняшняя победа в принципе позволит нам территориально сказать, что мы отцепили. Отвоюем и самое главное откинем. Причем, важный нюанс, со всеми командами уже провели очные поединки, со всеми знакомы достаточно хорошо. Вот что относительно Черногории и первой встречи в общих чертах, если вспомнить, 2-1 победа на последних минутах была добыта тогда. Ну все, да, за счет характера вырвали, можно сказать, да, это то, что присуще нашим национальным сборным. Поэтому в принципе я думаю, что на это мы и сегодня будем рассчитывать, те качества, на которые мы ссылаемся. Поэтому хочется просто пожелать удачи с учетом того, что 8-месячная пауза на время пандемии не давала возможности проявить себя никому. Естественно, это большая проблема и большой вопрос для многих, как будет выглядеть сегодня команда. То есть детально какие-то расклады представить сейчас, что эта сборная из себя представляет нам тоже будет сложно. Да, конечно, конечно. Сегодня дебютная игра для нового главного тренера национальной сборной U21 Алмаза Жакеновича Кулшинбаева. Поэтому надеюсь, что его опыта хватит для того, чтобы добиться положительного результата не только в сегодняшней игре, но и в принципе в отборщем турнире. Вот об этом стоит сказать. Александр Москаленко отправился в Тобол, где будет ассистентом Григория Бабаяна. Что относительно фигуры Алмаза Кулшинбаева, что может он привнести в игру молодежной сборной, потому что ранее он руководил уже командой U17? Во-первых, я думаю, что Наскаленко ушел в амбициозный клубный проект под названием Тобол Кустанай, хорошо знакомому главному тренеру. Он оставил хорошее наследие после себя. И назначение Кулшинбаева, в принципе, тоже логично. Почему? Потому что человек в структуре сборных уже находится продолжительное время. Работал главным тренером U17. И я думаю, что имеет четкое представление о возможностях футболистов нынешнего созыва U21. И вот это ключевая фигура, потому что сейчас хотелось бы обратиться к сюжету нашего коллеги Дидара Есемова, который напомнит или скорее уже посвятит во все нюансы подготовке сборной U21. Молодежная сборная Казахстана по футболу провела учебно-тренировочный сбор в Алматы, готовясь к матчам против Черногории и Израиля в рамках отборочного цикла Евро-2021. По словам тренерского штаба, основные опасения вызывают физические кондиции футболистов. Состояние у ребят очень такое, я скажу, боевое. То есть, настрой очень боевой. Что беспокоит? Ну, беспокоит, конечно, это самая игровая практика. То есть, в связи с тем, что с карантином этим нашим, да, все, и тем более мы не знали до последнего момента, будет ли рестарт этого, этих отборочного цикла. Поэтому, говорю, беспокоит, можно сказать, физическое состояние, наверное, все-таки. То есть, ну, судя по первой тренировке, ребята как минимум горят в борьбу. Ну, в общем, в целом, могу сказать, что видно, что ребята очень серьезно настроены на игру. Также на сборах уделили большое внимание теоретическим занятиям. Наработка внутриигровых связей и тактика на грядущие матчи может стать ключевым фактором для достижения положительных результатов. По итогам тренировок атмосфера в команде довольно боевая. Ребята все здорово готовились, тренировались. Дай бог, покажем хорошую игру и дадим результат. Первый матч пройдет дома в Алматы. Должны проявить характер и победить. Напомним, молодежная сборная Казахстана на данный момент занимает третье место в группе с семью очками в активе и имеет хорошие шансы отобраться на евро. Впереди испанцы и израильтяне. Причем от второго места подопечных Алмаса Кулшимбаева отделяет лишь один балл. Алмас Кулшимбаев волнуется по поводу подготовки, по поводу физических кондиций. Это вопрос, который, наверное, не в нашей компетенции. Нам сложно будет говорить о нем. Есть совсем другие вещи. Это, в первую очередь, состав молодежной сборной. Потому что здесь есть ребята, которые получали хорошее игровое время в своих клубах. В частности, Нурал Али приглашен в состав главной национальной сборной, как и Данил Устеменко, плюс травма Акмали Бахтияров. Вот так комплексно отсутствует трех футболистов, которые появлялись до этого, почти всегда в старте. Как это скажется и кем можно заменить? Вы знаете, в принципе, состав сборной Ю-21 достаточно сбалансированный. И я уверен, что тренерскому составу удастся восполнить потери ведущих футболистов. Но что хочется сказать в части касаемо Нуралу Алипа, то человек прогрессирует. Он является на сегодняшний день одним из лидеров чемпионата, номинальный защитник в числе бомбардиров. Поэтому это естественно, что он ушел на повышение в национальную сборную. И, конечно, это пример для других игроков команды. Почему? Потому что у данного созыва, я думаю, это все есть к тому, чтобы быть игроками национальной сборной. Вот именно так. То есть на повышение. И возникает достаточно логичный вопрос, что приоритетно в этой ситуации. Когда молодежная сборная еще претендует на попадание на чемпионат Европы. И все-таки уезжают основные игроки в главную сборную. Поставка свежей крови, вот что приоритетнее? Или решение каких-то турнирных задач на этом, может быть, даже локальном уровне? Наверное, это взаимосвязные факторы. Почему? Потому что в случае, если удастся решить вопрос выхода на чемпионат Европы, то игроки уже впишут свои имена в историю и, соответственно, будут лакомыми кусочками для того, чтобы привлекать их в национальную сборную. Поэтому грандиозный успех будет, если мы попадем на чемпионат Европы. А в части касаемо того, что выйти на национальную сборную и помочь там, то главному тренеру национальной сборной свои задачи нужно решать. Поэтому привлечение Нурала Алипа в состав национальной сборной, естественно, обусловлено тем, что он готов к игре на той позиции, на которую на него рассчитывают. Данила Устеменко в меньшей степени не нашли Нурала Алип. То есть понятно, что есть там Дмитро Непогодов, есть Стас Покатилов. Наверное, Устеменко это все-таки ныне третий вратарь. Да, можно так сказать, но я все-таки уверен, что и Мухаммеджан Сесен, и Бихан Шайзада имеют постоянную игровую практику в своих клубах, в принципе. И поэтому за вратарскую позицию нам меньше всего стоит беспокоиться. Почему? Потому что это достойные парни, у которых есть возможность проявить себя, защищая. Причем это редкость, да, на уровне молодежной сборной, в первую очередь. Потому что тот же Мухаммеджан Сесен это основной голкипер Тараза, Бихан Шайзада сейчас отыграл в Лиге Европы за Орда Бассе. И тот же Данила Устеменко, который получает игровую практику в Кайрате. А вот что с остальными, вот о них мы поговорим еще. И у нас есть возможность, наверное, уже детально обсудить больше здесь относительно состава. В последний момент получили его перед началом уже нашего сегодняшнего эфира. В 5 защитников, в 5-4-1, достаточно новая расстановка для национальной сборной Казахстана. С приходом Алмаса Кульшимбаева мы показываем немного, используем немного иную игровую структуру. К чему это может привести, если уже обсудить именно с футбольной точки зрения? Да, важно, очень еще раз говорю, важная задача сегодня добиться положительного результата. Поэтому я так понимаю, что наш тренерский состав выбрал такую систему для того, чтобы начать игру от печки. А там мы уже посмотрим, как будут развиваться события. И, возможно, по ходу игры мы увидим какие-то некие перестановки. Благо, что у нас есть, в принципе, тем усилить. И, как мы видим, в принципе, 5 защитников. Я думаю, что Турсенбай и Наджарян, условный полузащитник, да, который играет на позиции атакующего полузащитника в Карагандинском Шахтере, будут смещены акценты у них на атакующие действия. Ну, он очень часто играет и справа, вот здесь. Первые минуты и понимание того, что вы не в оптимальных физических кондициях находитесь сейчас. Вот это диктует условия национальной молодежной сборной Казахстана, чтобы немножко поменять игровую структуру. Или попытка подстроиться, скажем так, под основную сборную, в которой используют вот ровно такой же модуль. С 5 защитниками, когда больше ты отталкиваешься от обороны, скажем так. Да, я думаю, что и в этом связь может тоже прослеживаться. Почему? Потому что раз национальная сборная играет по такой же схеме, то надо полагать, что попадая из молодежной сборной в национальную, ты должен быть адаптирован, ты должен уже понимать, как в этой позиции действовать. И, возможно, этим тоже обусловлена такая расстановка. Ну, и давайте вспомним немного последний матч, потому что кадры-то остаются те же самые. Да, может быть, под руководством другого специалиста, но все же. Северная Македония, тогда Казахстан сыграл ничью 1-1. Об этой игре сейчас вкратце мы упомянем и вспомним вообще события этой встречи. Здесь в 4 защитника играет в первую очередь, отметим, да, сборная Казахстана. Ну и ошибка вот такая, на ровном месте, скажем так, случается. И уже после этого мы получаем первый пропущенный мяч в ближний угол. В принципе, наверное, на уровне молодежки, молодежных сборных это не исключение. Но какие выводы можно сделать, Игорь, по итогам последней встречи? И могут ли они быть актуальными вот на данный момент? Ну, я скажу, что даже при... вот мы видели, да, ошибку, которая привела к голу и проигрывали мы 0-1. Но, тем не менее, мы не опустили руки, мы продолжали действовать в своей манере. Те задачи, которые были поставлены перед командой, в принципе, выполнялись. Несмотря на то, что на тот период, как вы видите, да, еще игры проходили со зрителями. Имелся фактор своего чужого поля. И, естественно, какой-то отпечаток накладывал на наших футболистов. Но, тем не менее, как мы видим, все четко, все ровно. Да, и, в принципе, хорошая атака с переводом справа, скажем так, на левый фланг атаки. И оттуда уже, опять же, опасный удар следует. Понятно, что сборных основ, вот важный нюанс, который отмечают абсолютно все. Во-первых, это две гостевые победы над Фарерами, которые были добыты вот в таком морально-волевом каком-то ключе, скажем так, где пришлось проявить свой характер. На 94-й минуте забили уже решающий мяч ворот Фарер, когда счет был 2-1. 3-1 упрочил преимущество сборной Казахстана. Что касается победы над командой Черногории, так же выездной, так же победный мяч был забит в компенсированное время. Вот это уже какая-то черта, которая просереживает постоянно. Какой-то показатель важный, когда на каком-то импульсе, бешеном настрое футболисты добывают нужный результат. Да, наши присущие нам факторы, за счет которых мы можем добиваться результата, это наш патриотизм, наша вера в собственные силы и борьба до конца. И вот как показали эти игры, что за счет этих факторов мы в принципе выходим. В данном возрасте не сказать, что мы отличаемся сильно в техническом, тактическом плане от своих сверстников. Но сам факт того, что те качества, на которые я акцентировал внимание, они в принципе присущи нашей сборной. Им наиболее ярко выражается в нашей игре. Давайте еще несколько игр вспомним. И в частности матч с Израилем. Потому что вот такая получилась картина. Обыграли Македонию, обыграли Черногорию, обыграли Форреры в стартовых турах. Затем последовали два поражения. От Израиля и Испании, что наверное в некоторой степени предсказывалось. Первый гол. Здесь все же Израиль превосходил нас и в плане каких-то важных игровых аспектов. В плане статистики здесь уже прослеживалось. Доминирование достаточно серьезное. Но несмотря на это, был и не забитый пенальти в исполнении Ахмана Лебахтиярова. Был и гол первый, который мы сейчас уже видим. И что отметить здесь, Игорь? Ну, надо сказать, что это в принципе наши прямые конкуренты на сегодняшний день. При наличии группы сборной Испании, конечно, это сверхамбициозная задача выйти с первого места. А с учетом того, что мы на равных можем бороться и с тем же Израилем, и с Северной Македонией. И ставить задачу выйти в стыки, это вполне решаемая и посильная задача для нашей сборной. Да, и здесь Израилем первый гол последовал, затем пенальти, который не реализован. И вот казалось, здесь 2-0 и уже нужное преимущество было бы добыто. Да, это футбол. Это футбол и в этом его и прелесть, что все, что здесь происходит, решается в одной игре. Плюс эмоции молодежной сборной, наверное, тоже сказывается, особенно на этом уровне, когда захлестывает как-то, что ли, когда пелена перед глазами возникает. И вот что было в матче с Израилем, тоже во многом поплатились за собственные ошибки. Еще важнейший матч с Испанией. Здесь понятно, что мы уступали и уже здесь режиссерам надо бы обязательно подсказать. К этой встрече перейдем. Понятно, что доминирование абсолютное по цифрам в пользу испанской команды и в плане владения мячом, и в плане ударов. Этот матч может служить хоть каким-то индикатором для нас? Или мы играем со сборной, которая выше нас, на 2-3 головы и так далее? Да, в принципе, гранды. Гранды мирового футбола вне зависимости от любого возраста. И соперничать с ними так же можно и нужно, но на порядок, конечно, тяжелее это делать. С учетом даже фактора домашнего поля, мы имели большие трудности в созидании, большие трудности в ведении и владении мячом во время игры. Но, тем не менее, как показывает практика, я еще раз говорю, что непобедимых команд нет. За счет дисциплины, настойчивости, упорства можно добиться положительного результата. К составу сборной перейдем сейчас чуть позже, сборной Казахстана. А пока о Черногории речь пойдет, и вообще этот матч нужно посмотреть, тот самый, где у меня сборная Казахстана добыла победу, молодежная сборная, на 94-й минуте. Об этой встрече мы сейчас и поговорим, и сейчас уже увидим обзор этого противостояния. Чем интересна эта команда Черногории? Может быть, кого-то стоит отметить и примерно обрисовать, во что они играют? Трудно, трудно кого-либо отметить, потому что мы не особо знаем данных футболистов. Но я не думаю, что они разительно отличаются чем-то от наших. Почему? Потому что уровень чемпионата Черногории уступает чемпионату Казахстана. Хотя бы взять по рейтингу клубных команд и по участию команд в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Сильные стандарты, вот что есть у черногорцев, это стандартная схема 4-4-2 с такими сильными нападающими, плюс средняя линия, вот это еще до студии мы обсуждали, тот же Вукатич и так далее, и так далее. То есть ребята, которыми интересуются уже, кстати говоря, достаточно серьезные клубы европейские. И именно центр мы бы, наверное, и отметили в этой ситуации. А вот что относительно сборной Казахстана? Мы уже отмечали 5-4-1, а вратарской позиции чуть упомянули. Мухаммеджан Сисен здесь, наверное, основной, скажем так, номер один. Нет Нурала Алипа, появляется Кашкен, Уранбасар, Касым. Что представляет из себя этот трио? И кого бы из них, может быть, отметили? Какие игровые качества? Да, все, в принципе, ребята у нас, поигравшие, да, уже понюхавшие пороху премьер-лиги. И вот тот же Касым, который вот сейчас вот играл даже на позиции правого защитника, вот сейчас правого центрального будет сегодня играть. Если в клубе они сейчас еще не на передовых позициях, то у них отличная возможность есть проявить себя в рамках игр за национальную сборную Ю-21. Поэтому это площадка для того, чтобы парни развивались и также демонстрировали все свои лучшие качества, для того, чтобы была возможность совершенствоваться, прогрессировать и, возможно, поехать в более сильный чемпионат, чем наш. Наджарян Турсенбай, о котором мы говорили, вот, кстати говоря, именно с левого фланга приходит вот эта подача и после вот такая вакханалия. Рамазан Каримов забивает, кстати говоря, тоже. Сегодня он есть и в резерве, и может усилить уже игру по ходу второго тайма. Средняя линия, Сид Ахмед Иртибулан, это человек, который сейчас перешел в ЖИТСУ. И, наверное, отдельно на его фигуре остановимся. Который, наверное, в полной мере не реализовал свой потенциал. И насколько он важную роль играет вот сейчас в игре молодежной сборной? Ну, конечно, так откровенно говорить нельзя, что он не реализовал свой потенциал. Почему? Потому что у него вся карьера еще, в принципе, впереди. И тот переход, который вызван из Кайрата в ЖИТСУ, он связан ровно с тем, чтобы была возможность получать больше игровую практику. Хотя в данном случае я не скажу, что на сегодняшний день он прямо полноценно является игроком основного состава ЖИТСУ. Но, тем не менее, он появляется на замену, выходит, обостряет. И если в клубных принадлежностях он еще не является лидером, то в сборной Казахстана, да, это один из тех футболистов, на которого люди идут, болельщики его знают, болельщики его любят. Безусловно. И в составе еще сборной Адам Адайхаджиев, Султан Сагнаев, плюс хорошо знакомые ребята Жанали Пайрус и Орл Ханумертаев, они играли вместе с Шахтерей, в этом году разминулись, но все же тоже важной силой являются. Какой это ваш небольшой прогноз, как будет проходить игра между Казахстаном и Черногорией, которая стартует через несколько минут, и если вкратце, тезисно? Да, я очень надеюсь на то, что себя проявит Амиртаев, с учетом того, что у него есть опыт уже за национальную сборную, забивал за национальную сборную и играет на конечника, поэтому я думаю, что акцент будет в атаке создан именно для него. Пайрус тоже будет за счет своей неординарной техники, за счет дриблинга решать эти вопросы игры один в один, поэтому Сагнаев, Султан тоже будет в принципе добавлять баланса в средней линии, поэтому я думаю, что у нас на сегодняшний день все шансы есть для того, чтобы добиться положительного результата. Пожелаем нашим ребятам успехов в сегодняшней игре, будем переживать и надеяться на положительный результат. Спасибо большое, Игорь. А теперь уже нужно будет передать слово нашим комментаторам, потому что встреча между молодежной сборной Казахстана и командой Черногории в рамках квалификации чемпионата Европы, опять же U21, это важный нюанс, стартует очень и очень скоро. Мы, разумеется, надеемся на победу и, как всегда, желаем удачи нашим ребятам, а вас призываем оставаться у экранов. Друзья, на телеканале КАСПОРТ будет показана прямая трансляция этой встречи. Продолжение следует...